Нас просят изобразить график функции f от x равно 2 умноженное на модуль от x плюс 3 плюс 2. Также здесь уже есть график y равно модулю x. Давайте выполним задание при помощи нескольких преобразований. Сначала мы попробуем изобразить график y равно модулю x плюс 3. И если заменить x на x плюс 3, то тогда этот график сдвинется на 3 влево. Это все равно, что x минус минус 3. И ваш график сдвигается на столько единиц, сколько вы вычитаете из x. В нашем случае на 3 влево. Итак, давайте попробуем сначала сдвинуть график, а затем проверить, правильно мы все сделали или нет. Сдвигаем наш график влево вот так. Если значение под модулем положительное, то прямой будет угловой коэффициент 1, а если значение под модулем отрицательное, то прямой будет угловой коэффициент минус 1. И график получится примерно вот таким. Давайте проверим, все ли мы сделали правильно. Для значений x, которые меньше минус 3, все вот это выражение под модулем будет отрицательным. И тогда мы должны взять его противоположные значения. И это будет вот этот нисходящий участок графика. А если x будет больше минус 3, то при добавлении 3 получится положительное значение. И тогда график пойдет по вот этой восходящей прямой. А при x, равном минус 3, под знаком модуля будет 0. То есть точно так же, как и на изначальном, не сдвинутом графике, значение функции в 0 будет 0. Надеюсь, вам стало теперь более понятно, почему так. Почему, если заменить x на x плюс 3, то график сдвинется на 3 единицы влево. Теперь давайте изобразим график y равно 2 умножить на модуль x плюс 3. Что это значит? Это значит, что мы умножим угловые коэффициенты на 2. Иными словами, растянем график вертикально в 2 раза. Итак, для значения x больше минус 3 угловой коэффициент прямой будет не единица, а двойка. Я попробую изобразить на нашем графике. Здесь угловой коэффициент будет не единица, а двойка. То есть вот так будет выглядеть наш график. А здесь для значения меньше минус 3 угловой коэффициент будет не минус 1, а минус 2. И у нас получится график y равно 2 умножить на модуль x плюс 3. А теперь, чтобы получить нужную нам функцию, осталось добавить 2 и изобразить график. y равно 2 умножить на модуль x плюс 3 плюс 2. К любому значению нашей оранжевой функции нужно прибавить 2. От этого график поднимется на 2 единицы вверх. То есть любая точка нашего графика сдвинется на 2 единицы вверх. Для любого значения оранжевой функции черная функция будет на 2 единицы больше. То есть график будет выглядеть вот так. Сдвинем линейку вверх на 2. Для значений x, которые будут меньше минус 3, график будет выглядеть вот так. А для x, значение которого будет больше, чем минус 3, график будет вот таким. И у нас получился график функции у равно 2 умножить на модуль х плюс 3 плюс 2. Нужно сказать, что существует много способов решения. Например, можно сначала сдвинуть график на 2 единицы вверх, затем умножить на коэффициент 2 и в конце сдвинуть влево на 3 единицы. А можно сначала умножить на 2, потом сдвинуть вверх, а затем влево. У нас здесь 3 преобразования, их можно выполнять в любом порядке. Давайте я обозначу их разными цветами. Вот это преобразование говорит мне о том, что надо сдвинуть график влево на 3 единицы. Вот это говорит, что надо растянуть вертикально вдвое или умножить на 2 угловые коэффициенты. И последнее, нужно сдвинуть график на 2 единицы вверх. И в итоге у нас получится график функции f от х. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них постараемся ответить.